А вам сколько лет, я извиняюсь за вопрос? 80. Будет. Сколько? 80. Вы шутите? Нет, у нас лгать нельзя. Ну, у меня еще нету 80. Через полгода будет. 10 июня. Ну, Господи, благослови. Мы отправляемся в рулетку. Спасибо. Ой, мать моя женщина. Ну, что? Грешница испугалась. Это ничего не даст. Так. Здравствуйте. Вы желаете встретиться с православными христианами? В живую или как? Ну, не вот как мы сейчас разговариваем. Может, у вас какие-то вопросы есть о спасении души, как жить правильно. Мы можем подсказать что-то. У нас опыт есть. Мы верующие православные христиане. В интернете сеть это все? Ну, что в интернете? Мы можем сказать. У нас ресурсы большие. И сайт есть. И в Ютубе большой канал. Есть у меня вопрос. Давайте послушаем. Почему я в Бога не верю? Потому что грешник. Сатана человека блокирует, не пускает. Почему я не верю? Почему у каждой национальности свой Бог? Знаете, человек, который правильно живет и знает, что ему умирать, он готовится к исходу из этой жизни. А грешник смерти боится. Потому что умрет там ад, огонь. И поэтому она ничего нету. А раз ничего нету, то и тормозов нету. Как быстро прячутся, проходят. Они же видят, что мы с бородами. Да. Как раздетые друг друга рекламируют или что? Что, снимаете что-то? Мы православные христиане ищем своих братьев, сестер, кому-то чем-то быть полезными. А вы с какого борода? Барнаул, Галтайский край. Ящия, Абинска. Мы можем ответить на вопросы, для чего человек живет, как спастись, кто такой Христос, Евангелие. Ну, интересно, конечно. А для чего человек живет, по вашему мнению? А для того, чтобы искать Христа, уверовать в Него и после смерти получить жизнь вечную, где нет ни плаща, ни стона, ни воздыхания. А почему вот некоторые люди, вот знаете, живут для себя, а некоторые не для себя? Как вот это? Потеря страха Божия. Вот бывает так, человек на дороге милиционера берет взятки. Почему берет? Потому что забыл, для чего он там стоит. За порядком надо наблюдать. И так и везде, на любой работе. Почему олигархи грабят Россию? Почему ее растаскивают по кускам? Страха Божия нет. Ему разве надо эти миллиарды? А почему мне не отдать пенсию-то совсем маленькая? Вот нет страха Божия. То есть за все придется отвечать. За каждое слово, за мысли, слова и движения потребует Бог с нас. Так написано в Святой Библии. Поспорить с вами не могу вообще нисколько. Вы, скорее всего, правы. А мы не спорим, мы возвещаем. Спорит тот, кто ничего не знает. Вот я в этой ситуации нахожусь 56 лет. Сознательно уверовал после армии. И она жизнь такая другая, чем у неверующих людей. Она полная. Вот у вас какие ресурсы есть в интернете свои? Сайт, YouTube, Mail.ru, ВКонтакте, Facebook, Twitter? В ВКонтакте. В ВКонтакте. Сколько у вас там статей ваших? В смысле записей? Ну, записей. Не просто записи, а на большие вопросы отвечать. Вот вы сейчас меня спросите. Я скажу, какой у меня сайт. В YouTube. Ну, здесь, в интернете. Вы в YouTube есть, да? Да, в YouTube. У меня 13 700 роликов. Вообразись, что это такое. Там все есть. Мы строим с нуля православную деревню. Я начальник-организатор детского лагеря. Без помощи государства тысячи детей подняли. Мы единственные во всем мире взяли за это дело. Не надо надеяться на правитель. Надо работать. Ну, вы в YouTube ролик, да, снимаете? В YouTube. Вы запишите, как найти. Запишите, какой канал. Канал называется «Открытым оком». Запишите. Как еще раз? Я прям сейчас найду. Ну, «Открытым оком». Напиши. «Открытым оком». Вижу, вижу. «Во свете Библии». А, это вы 29 тысяч? Да, «Во свете Библии» еще дописывайте. «Игнатий Лапкин». Да. Это вы? Это я. Ого, ничего себе. Вы там найдете, там плейлисты, что вас интересует. Все вы там найдете. Вот представьте, 21 тысяча сел в России погублены. Мы взяли участок земли и с нуля восстанавливаем. Какие правила? Что человек должен доказать, что он не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. Государственная школа, интернет. Все с нуля. И государство ни рубля еще в нас не вложило. А представьте, если все начали бы так делать сейчас, мы бы Россию-то подняли на ноги. Не надо надеяться на Путина. У него своей работы хватает. Я, конечно, в политике вообще не это. Не тупол. А вы слово «политика» знаете, что такое? А я говорю, что я вообще там не это. Я туда не лезу. Вы слушайте внимательно. Владимир Ильич Ленин сказал, политика – это умение управлять государством. А давайте от большого к маленькому. Умение управлять городом, умение управлять домом, быть хозяином семьи – это политика. Ты, может, женишься, а будешь подкаблучник делать, что жена скажет. А ты должен быть руководитель, как скала. Чтоб 10-20 ребятишек, и чтоб все были накормлены. В люди вывел. Для Бога жить. Да. А вам сколько лет, я извиняюсь за вопрос? 80. Будет. Сколько? 80. Вы шутите? Нет, у нас лгать нельзя. Ну, у меня еще нету 80. Через полгода будет. 10 июня. То есть вам 79 лет? Да, 79 лет и 11 месяцев. Почти что. Это как так? А как так? Да вы мой биографию не знаете. Когда там зайдете, посчитаете. За моей спиной что там есть? Я политзаключенный был, по пяти тюрьмам прошел, лагерь смерти. И я живой. И ни одной таблетки еще не съел. Почему? Христос спасает, наставляет, научает. А вы родились в Барнауле? Не в Барнауле, в селе, тут есть Тюменцевский район. А там моя биография. Вот зайдете в мой мир, так же зарядите, мой мир. Там у меня 22 тысячи фотографий. Наши, не чужие. Так вы еще и ВКонтакте, везде есть? Конечно. Ну, я вообще... Если вы найдете сайт, называется сайт, уже не YouTube, а сайт. Он называется «Во свете Библии». Вы там найдете, как я веду занятия в университетах, как веду радиопрограммы. Там отвечаю на 4124 вопроса. Во всех отделах милиции, воинских частях веду занятия. Это Бог делает так. Я ни возраста не чувствую ничего. Я как молодой, у меня две голубятни. Я каждый день ложу туда гонять голубей. Я вот смотрю вашу страницу. Надо жить интересно. Вы на 79 лет не выглядите. Ну, Бог его знает. Надо жить интересно, красиво, даже в бедности. Не роптать, не завидовать. Да? Конечно. Это все делает Бог. Когда мы верим в Господа Бога, у нас воскресный день, идет богослужение, мы православные, не сектанты какие-то. Православная церковь, она помогла создать вот такое государство. Государство образующее. Вы, смотрите, писатели какие, Достоевского, возьмите, Крылова. Все были верующие. Вот вам 79 лет, вы, наверное, лучше меня вообще в интернете разбираетесь. Ну, вот вас, если эта душа ваша подвигнет к тому, чтобы Бога искать, вы зайдите. Когда зайдете на YouTube, и там только обязательно никаких аватаров, ников, чтобы не было, а прямо вот какой-то есть такой, чтобы я тебя узнал. И скажи, я пришел, где? В скайпе, сразу зайдете. В скайпе. И мы побеседуем. Я отвечу на все ваши вопросы. Понятно. Ладно, я просто зашел на секунду, и сразу вот что-то, как первую кнопку нажал, мне просто нужно было проверить, и вы появились. Вот. Вам я желаю здоровья, чтобы у вас все было хорошо. Спасибо за диалог, чтобы у вас все хорошо. И вот 79 лет, я вообще, конечно, в шоке. Вам не 79, вы моложе выглядите. Да ну. Вы молодец. Вы лучше меня разбирайтесь. Вот мне 22, а вы сидите, вот у вас все так это, а я... Богу нашему слава. Во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь. Будете регулярно получать с нашего канала. Субтитры сделал DimaTorzok.